Всем привет, друзья! В этом видео хотелось бы вам рассказать про одну уловистую насадку, на которую рыба клюёт как на реке, так и на озере, тогда, когда рыба, в принципе, клюёт. Это я сейчас для той аудитории, которая думает, что забросил эту насадку в реку при любых погодных условиях, и рыба будет склевать. На своём канале я такой фигнёй не занимаюсь, когда лягуша на болоте не квакает, потому что меняется погода, над эти насадки рыба также не клюёт. И насадка эта, друзья, сыр. Да, все виды сыров, которые есть у вас дома в холодильнике, можно купить и сырки в магазине. Магазины также есть у вас недалеко от дома. Плюсы, главные насадки в том, что клюёт вся мирная рыба, как на реке, так и на озере. Что касается самой рыбы, размеры те, которые находятся у вас в точке лова. То есть, если есть такие, будете ловить такие, если есть такие, будете ловить таких, с километров рыба не всплывается. У всех сыров, или сырков, будем так называть, есть очень много плюсов. Первый, ловить можно как на удочку, так и на фидер. При ударе об воду фидерные ловли не слетают. Очень крепко сидит на крючке. Ещё один дополнительный плюс, в том плане, что к ним не нужно никаких ароматизаторов. Ни чеснока, ничего другого. Клюёт, друзья, вся рыба, начиная с укрейки, заканчивая, точнее, лечём на реке. Ну, а на озере, это карп, карач, в общем, чего в озере плавает, то и ловится. И мало кто знает, что в сырках, в сырах, есть ещё один очень полезный компонент. Такой же компонент есть и в твороге. Называется лактоза, молочный сахар, который рыба любит. Но, если делать насадку из творога, понадобится тесто, потому что сам творог на крючок не нацепите. Он при ударе обозрано по полушке, в принципе, это слетит. Вот. А на сырах, вот, допустим, у меня вот такой сырок есть. Использовать, друзья, можно все виды сыров, будь то российский, пашихонский. Их очень большое количество клюёт на все эти сырки. Та рыба, которая есть и находится в вашем водоёме. Кстати, на сыры поймать можно рыбы гораздо больше, чем на какую-то любую другую насадку. Будь то червяка, парочка, либо ещё что-то. Та же перловка, то же тесто. Потому что сыр это молочный продукт. А все молочные продукты, напомню, друзья, сыр любой, главное, чтобы он крепко сидел на крючке. Ну, языки, знаете, бывают баночки, которые на кусок мажутся. Все не подойдут. Будет, если только смешивать с тестом. Делая тесто, там, мука, вода, потом добавлять его. Ну, зачем? Когда можно обойтись куда более простым способом ловиться. Друзья, в принципе, вся рыбка, как на речке, так и на озере. Опять же, тогда, когда, друзья, она ловится. Да, погодные условия, так же, как и выбор местности, нужно тоже учитывать. Это я, друзья, специально говорю, потому что на ютубе, на самом канале частенько появляется вот такого рода тупанутый комментарий, когда некоторые думают, пришёл на реку, да, закинул, хуй пойми куда. Да, главное, в реку попал и пошла клевать крупно и часто. Выбор местности, то есть там, где рыба стоит, это тоже нужно учитывать. Не первый год, как говорится, на самом ютубе уже эти комментарии порой реально тупанутые. Друзья, честно, достают. Порой, прочитав такой комментарий, думаешь, ты кто, рыбак? Да какой ты, нах, рыбак после этого, если ты им такое пишешь? Не рыбак ты. И никогда им и не был. Вот. Друзья, на сырки, на сыры, клюёт вся рыба летом. Зимой на сыры те же самые, тоже рыбка ловится. Там плотвичка, ельчик, клейка. Ёрш не берёт. Окунь так, относится к этому делу не очень хорошо. Бывали случаи, когда окушки попадались, но такого сильно большого ажиотажа на сыры, тот же по-шахлонски, тот же российский, например, вот типа такого сыра, сильно не лезли. А вот мирная рыба, как говорится, друзья, клюёт, в принципе, так хорошо. Потому что, друзья, сыры, это молочный продукт, молочный продукт любит вся мирная рыба, как на реке, так и на озере. Напомню, какие есть у сыров плюсики. Первый плюсик, клюёт вся мирная рыбка. Второй крепко держится на крючке. Её можно использовать как в фидерной ловле, при ударе обозу не сплетит, так и на поплавочную удочку. Можно сделать большой кубик, можно сделать маленький, согласно, опять же, вашему крючочку. Если вы используете маленькие крючки, то маленький кубик, например, сырка. Если более крупные крючки, можно сделать более крупный кубик. И в том, что сыры, все сыры, как и творог, имеют один очень хороший компонент, это лактоза, молочный сахар, как по-другому его называют. В твороге он тоже, повторюсь, друзья, есть. Но творог с тестом смешаете, закинул в реку, бах, у крылья какая-нибудь дёрнуло, и всё сошили. Опять потом сиди, нацепляй. Нафига? Когда можно использовать тот же компонент, где есть лактоза, но насадка, как говорится, как опарыш на крючке, и стащишь с коротка. При первой поклёвке и не стащи. Поэтому, друзья, если у вас есть сыры, твёрдые, допустим, тот же российский, тот же пашихонский, какие-то другие производители, чтобы не рекламировать сейчас их, отправляясь на рыбалку, будь то удочка, будь то фидер, порежьте на маленькие кубики, то есть согласно вашего крючочка, и нацепите, и половите неплохо рыбки. Повторюсь, извините, что повторюсь, размеры те, которые находятся у вас в точке лова. Если такие будете ловить таких, если такая будете ловить таких, с километра, к вам рыба не сплывётся на эту насадку. Если такие, знаете, комментарии на канале, на этом бывают, появляются, когда зрители думают, нацепив такую, например, насадку на крючок, и закинув хер пойми куда, в реку, да, вся рыба сплывётся. На этом канале такой хуйни нету. На эти насадки рыба клюёт, тогда, когда рыба клюёт, когда на болоте жабы не квакают, на это рыба не клюёт, и с километров, как говорится, в точку лова рыба не сплывается. Насадка продаётся во всех продовольственных магазинах. Всем удачи, друзья, и всем пока. С вами был я, Димон.